МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И они в бескозырках, в бушлатах, в Подмосковье в жуткую холод наводили ужас на фашистов, с криками полундеров, в атаку вперед бросались. За счет духа своего морского. И это, конечно, не могло не передастся уже следующим поколениям. Спустя 70 лет черные береты вновь промаршировали по площади Куйбышева. Теперь уже в параде памяти. С этого момента ветераны морской пехоты – постоянные участники всех военно-патриотических мероприятий. В Самаре сегодня две организации, которые возглавляют представители этого рода войск. По иронии судьбы или по закономерности, оба руководителя служили в одной роте на одном корабле и прошли боевые действия в Эфиопии. Есть такая фраза, что морская пехота – это состояние души, которое остается на всю жизнь. Это очень сильно сказалось на всей дальнейшей работе, на всей дальнейшей жизни. Вот так руками качли. И смотри, когда будет делать следующий прыжок. Оп! Во! Метр девяносто. Понял? Заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи – та миссия, которую добровольно взяли на себя ребята, прошедшие горнила современных войн. Они приняли эстафету у ветеранов Великой Отечественной, которых остается все меньше. Морпехи – первые помощники в патриотических проектах. Возрождение военно-спортивной игры «Зорница», сдачей норм ГТО. Они же организуют военно-спортивные сборы для трудных подростков. Если мы этим занимаемся, значит, это наша работа. А кто еще сделает, кроме нас? При участии ветеранов морской пехоты Центра «Контингент» организованы студенческий военно-патриотический клуб «Тайфун» и ВПК «Гардемарина» при школе-интернате «Чапаевска». Эти ребята уже постоянные участники военно-исторических реконструкций, парада памяти и дней военно-морского флота. Вот если обыватель обычный посмотрит, ну, головорец, на улицу с ними было бы страшно встретиться, так, любому даже взрослому человеку. Но то, как вот Алексей от них отзывается, ну, не вся циток. И причем это, видно, не рисовано. То есть, поэтому, как бы, Леша, Леша, и вот и нас он, в принципе, объединяет. Вообще войск морской пехоты очень мало. Чем меньше войск, да, в отличие, скажем, от воздушно-десантных войск, чем меньше вот количество людей, да, тем больше все равно чувство корпоративности, чувство плеча, чувство людей, которые носят тельняшку, чувствуют берет. Поэтому, наверное, вот когда кого-то мало, да, в том числе, и вот всегда более дружно. В общем, мы в предъявлениях уже работаем с заверутами. Готовы? Дай гранаты. Три, два, один, пошел! За время работы морпехов центра «Контингент» с трудными подростками жить в городе стало спокойнее. Сократилось количество побегов из детских домов. Воспитанники «Контингента» ушли с улиц, расстались с сигаретами, алкоголем и наркотиками. Это не успокоило наставников, а наоборот возложило на них дополнительную ношу. Это большая ответственность, потому что за дальнейшую их судьбу уже, по сути, придется отвечать мне. Если кто-то из «Родионовсов» завтра ограбил банк, то это ляжет на мои хрупкие плечи. Поэтому, естественно, я их буду вести уже до конца, понимая всю ответственность, которая ложится на тех детей, которые сегодня стали «Родионовсами». «Направь! Оп!» «Направь! Оп!» «Направь! Шагаем! Марш!» «Руф! Руф!» Новый самарский проект – продолжение парада памяти «Автопробеги по России». Их участники везут частичку нашей истории по городам и весям. В составе делегаций, конечно же, ветераны морской пехоты со своими воспитанниками. Самые говорящие результаты их работы – не оценка коллег и не похвала общественности. Поведение мое изменится в лучшую сторону. Я постараюсь меньше ругаться со всеми, чтобы уж потом в следующий раз не было не считателей таких моментов, когда они сомневались во мне, чтобы уверенно знали, что я могу. И стараюсь буду измениться. Но я уже как бы наметил планы. «Черная смерть» – так называют элитные войска морской пехоты. В Самарской области не так много ветеранов – около 30 человек. Почти все выполняли интернациональный долг далеко за границами своей родины. Активная жизненная позиция – то, что отличает их сегодня. Где мы – там победа. Отныне и вовек только вперед. Эти девизы морских пехотинцев родились в Великую Отечественную, а актуальны сегодня. Миссия черных беретов мирная, но не менее важная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова